Пашинян не едет на саммит ОДКБ, насколько велики шансы, что Армения покинет организацию? Саркист Цатурян Армении давно пора покинуть ОДКБ. Я уже три года призываю Ереван не оставаться в составе этой бесполезной организации. Пашинян боится покинуть ОДКБ, поскольку имеет негласные обязательства перед Путиным и Алиевым. Не думаю, что ему хватит смелости сделать такой проармянский шаг. В вопросе ОДКБ Ереван идет на половинчатые шаги, которые недопустимы. Такая половинчатость играет на руку врагам Армении, которые будут давить нашу страну, прикрываясь ее прозападной политикой. Хотя на самом деле Ереван не предпринимает прозападных шагов. Мое глубокое убеждение состоит в том, что Ереван должен выйти из ОДКБ и развивать отношения с любыми международными игроками, которые заинтересованы в независимой и сильной Армении. Я также против вступления Армении в НАТО. Больше никаких блоков. Армения не должна быть буферным государством России, Евросоюза или США. Армения не должна брать на себя проблемы, которые накопились между РФ и Западом. Мы, армяне, к этим противоречиям не имеем никакого отношения. Это чужие проблемы. Коллективная оборона в любом виде – это миф и вранье. Никакой коллективной обороны в международных отношениях не существует. Зато есть конкретные страны, которым нужна сильная Армения. Вот с ними и надо сотрудничать на двусторонней основе. Франция, Индия и Иран – государства, для которых Армения может быть надежным тылом. Но сперва армяне должны поверить в армянскую мечту, которая состоит в восстановлении Араратского царства в границах от Ефрата до Куры. Сперва мечта, а потом только поиск союзников, которые эту мечту поддерживают. Другая последовательность губительна для армянского народа. ОДКБ долгие годы была спящей организацией, но события в Казахстане показали ее эффективность. Почему ОДКБ не защитило Армению во время агрессии Азербайджана в сентябре 2022 года? Саркис Цатурян ОДКБ призвано защищать интересы Кремля, а не Армении. Глупо надеяться, что другая страна или другой народ могут защитить армян. Это неправильно с духовной и любой другой точки зрения. Армяне должны надеяться на себя. И тогда Бог поможет нашему народу обрести подлинную независимость и подлинных союзников. Надеяться на ОДКБ продолжать оставаться в рабских иллюзиях. Армения существует и будет существовать только благодаря армянскому воину и Господу Богу, которых наш народ хранит более 4,5 тысяч лет. В текущих условиях Ереван может рассчитывать на защиту ОДКБ в случае агрессии Баку в Сюнике. Саркис Цатурян Нет, не может. Поскольку Кремль надеется взять под контроль коридор через Сюник и вместе с Турцией и бакинским режимом наладить выгодный для себя бизнес. Может ли Иран стать альтернативным гарантом безопасности Армении? Как к этому отнесутся в Москве? Саркис Цатурян Иран, как государство, заинтересовано в сохранении Армении как единого государства. Но иранцы не могут быть большими армянами, чем сами армяне. Если ереванские наместники совершат суицид и раздадут остатки Восточной Армении бакинским и турецким фашистам, то армянам не помогут ни иранцы, ни индусы, ни американцы, ни Господь Бог. Армения – оккупированное государство, на территории которого находятся войска бакинского мини-султаната, Турции и РФ. Ереванским наместникам не хватает воли и знаний для того, чтобы наладить военное партнерство с Тегераном. Кто в этом виноват? Сам армянский народ, которому пока не хватает единства для освобождения своих исконных земель на Западе и Востоке. Иран готов быть союзником Армении, но Армения сперва сама должна обрести армянскую мечту, чтобы получить истинную независимость. Москва относится к Армении как к вассальной территории. И в этом виноваты сами армяне, которые позволили Кремлю непотребное отношение к себе. Как так получилось, что Москва уважает Алиева, а Пашиняна не уважает? Стоит задуматься над реальными причинами Алиев-младший может за себя постоять, а армянский правящий класс не может. Кремль сегодня готов согласиться на сближение Еревана и Анкары, но он не готов к реальному сближению Еревана и Тегерана. Причин тому несколько, и они нуждаются в отдельном, пока не публичном. Там, где есть Христос, там есть радость. Уныние – это тьма. Тьмы не существует. Есть только конкретное пространство, куда свет не попадает. Мы должны просто открыть наши сердца для Господа. Там есть радость. Ведь лингвистика, она сама по себе многое в себе таит. Когда мы говорим «радость», корень слова – это «рада», «ра». «Ра» – это совет. То есть радость – это когда мы с кем-то, когда мы не одни. Когда мы с Богом, мы живем в радости. Есть слово «счастье». Русский язык – это великий язык. Он таит в себе очень много закодированных смыслов. Счастье – это с частью Бога, имеется в виду. Если народ хочет обрести счастье, он может только с Богом обрести это счастье. Еще есть такое понятие, которое мы часто используем, но мы не вникаем в смысл. Мы говорим и употребляем слово «свобода». Есть такое имя у сербов очень популярное – «слободан». «Слободан» – это слово Богом данное. «Свобода» – это и есть. «Слово» – это вопрос фонетики. «Слободан» – слово Богом данное. «Свобода», которую народ должен обрести, она заключается в Слове Божьем. Много есть закодированных вещей, просто в это надо вникать. И когда ты познаешь Бога, у тебя нет уныния. Когда ты живешь в слезах, в недовольстве, в негативе, ты проецируешь это на свою жизнь, и ты притягиваешь негатив. Когда народ хочет быть свободным, борется за свою свободу. Когда народ хочет быть с Богом, он приближает к себе вот эти лучи солнца. Мы магниты. Вот если мы умеем мечтать и представлять себе конкретный образ, мы притягиваем то, что мы хотим. Вот, например, в психологии личностных отношений. Часто бывает так, что женщины притягивают к себе непутёвых мужчин. 99% Как правило, те женщины, которые себя не любят, они притягивают к себе непутёвых мужчин. То же самое с народами. Если конкретный народ не любит себя, сам себя обманывает, предаёт, проецирует негатив, желаемое за действительное, так он и получает таких женихов. А в Писании и есть образ конкретный, что Христос – это жених, а церковь – это невеста. Это же всё взаимосвязанные вещи. Но если человек хочет быть с Богом, он будет с Богом. Если человек хочет жить во тьме, ну тогда он будет жить во тьме. Это вопрос выбора. Потому что вся наша история, вся наша история, и армянская, и русская, и американская, и французская, любая история, это история про свободный выбор. Народы живут в условиях постоянного свободного выбора. Другое дело, что они очень редко выбирают истинную свободу. Они часто выбирают лыжи ценности, которые кажутся ценностями, но таковыми не являются. Да. Продолжение следует...